Тот самый день, когда морозный воздух кажется наполнен теплой радостью, светом, что ярче солнца и почти осязаемым добром. Сложно представить, но легко почувствовать. В Никольском кафедральном соборе в Сочельник многолюдно. Под куполом храма общие молитвы и одни на всех надежды, чтобы родные и близкие не болели. Песня «Рождественскую литургию» Главляет епископ Бобрыский и Быховский Серафим. И взрослые, и дети стоят рядом, ставят свечи и говорят друг другу простые, но самые важные слова. Сердца в эти минуты наполняются состраданием и любовью. Господь должен быть в сердце у каждого человека, конечно. Если Бог будет у людей на первом месте, тогда все будет и в жизни у нас, на своем месте. С праздником всех Божьей благодати, помощи от Господа и молитвы, конечно, в душе. Рождество – это прежде всего семейный праздник. Я его лично встречаю с семьей. Вот приехал с Минска с работы специально на праздничную службу. Сейчас в храм пришел, но потом уже домой праздновать родными и близкими. Вечно зеленые ели – символ бессмертия. Подарки, словно дары волхвов. Белые цветы и ризы священнослужителей, как олицетворение божественного света и чистоты. И, конечно, вертеп. Он изображает одну из главных библейских сцен – рождение младенца Иисуса. Чистота и обновление. Только об этом разговоры в рождественскую ночь. Новую светлую эру для всего человечества и провозгласила рождение Христа Спасителя. Самый светлый праздник. Родился Иисус Христос. Это наша жизнь, это любовь, это доброта, это надежда, вера. Самое дорогое. Светлый праздник для всех людей. Все люди желают всем добра, счастья, здоровья, благополучия. Рождество – это рождение новой жизни. И мира, и добра, и тепла, и благополучия. И всего, я не знаю, самого светлого на этой земле. Рождественская атмосфера царит и в уютных домах. У православных закончился один из строгих постов. Самые близкие и родные собираются за праздничным столом, где не смолкают поздравления. Дорогие благочестивые жители нашего города, сердечно поздравляю вас с этим великим и спасительным праздником Рождества Христова и Новолетием. Пусть же звезда Вифлеемская, которая осветила путь в Волхвам, освещает и наш путь в этой жизни, который должен привести к Богу и в вечную жизнь в Царстве Божьем. Пусть Господь благословит все ваши добрые начинания. Пусть Божья милость и благодать сопутствуют вам и всем нам во все дни нашей жизни. С Новым годом! И пусть Новый год также будет для нас годом благости и милости Божьих. С праздником вас! Впереди еще череда торжеств, которые продлятся вплоть до крещения Господня до 19 января. Эти вечера называют святыми или святками в народе. И задача всех верующих – отринуть дела земные и праздновать появление Сына Божьего на земле. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Субтитры создавал DimaTorzok